Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге поэта Первой мировой войны, составить Анатолий Соколов под редакцией Бориса Орлова. Сегодня я познакомлю вас с Антонином Петровичем Ладинским. Так его звали Антонин Петрович Ладинский. Родился 19 января 1796 года в Псковской кубирнии. Отец получил духовное образование, мать крестьянка. Учился в Псковской гимназии. Осенью 15-го года поступил на юридический факультет Императорского Петроградского университета. Но весной 16-го года из университета ушел, поступил в Первую Петерговскую школу прапорщиков. Участвовал в Первом мировой и гражданских войнах. В армии Деникин остался попоручиком. Под Харьковом был тяжело ранен в ногу, надолго попал в Ростовский госпиталь. С госпиталем был эвакуирован в Новороссийск, а оттуда в Крым, а затем уехал в Египет. В Египте работал на заводе, служил песцом международного судья, переводил с английского полицейские романа. Через 4 года перебрался в Париж. Поступил в Сарбону, но надо было оставить учебу из-за недостатка средств. Зарабатывал на жизнь рабочим в набойном фабрике, маляром, телефонистом в газете «Последняя новость». В апреле 1925 года творение Ладинского появилось в Парижском. Была такая газета. На следующем году стихи печатают в днях, в последних новостях, в современных записках. Георгий Адамович считал, что стихи Ладинского можно печатать где угодно или одно с кем угодно. В 1931 году Ладинский стал членом масонской ложи «Северная звезда». Вот видите, как интересно. В качестве корреспондента ездил в Польшу, Числовакию, Ливан, Палестину, Тунис, Египет. Писал путевые очерки. Первые рассказы его появились в журнале «Числы», журнале «Содружество», современных записках. А в середине 30-х берется за исторические романы, которые выходят отдельным изданием. Это «Пятнадцатый легион» в Париже, был издан в 1937 году. «Голубь на понтом», «Таллин», русская книга, 1938 год. Ладинский печатается в газете поэда. Весной 1941 года он еще в Париже, а в следующем оказывается в свободной зоне Франции. Вернулся в Париж после освобождения города в августе 1944. Ладинский становится секретарем русского патриота и постоянным автором. 30 июня 1946 года Ладинский получил советский пас, продолжает сотрудничать в просоветских изданиях. Был секретарем-переводчиком спецкора «Правды» Жукова. 7 сентября 1950 года без объяснения причин был выслан из Франции и доставлен в ГДР, где пять лет работал корректором в бюро переводов на заводе Советского акционерного общества «Кабель». В 1955 году вернулся в СССР, стал членом Союза писателей после издания романа «Когда пал Херсонес», а издал он его в 1959 году. Иммигрантские стихи Ладинского в России изданы не были, о новых он не писал. Зато большой популярностью пользовались его исторические романы. Помимо романов в России он писал мемуары, переводил Бурже, Вольтера, Эльва, Экзюпери. В 1961 году тяжело заболел и 4 июня 1961 года скончался. В эмиграции его многие продолжали считать своим. И в 60-е, и в 70-е на литературных вечерах читали его стихи и публиковали воспоминания о нем. Вот такая краткая биография Антонина Петровича Ладинского. А теперь немножко створения. Первое называется «Отплытие». «Мы собираемся в дорогу приготовлениями спеша. Смотрите, отлетает к Богу нетерпеливая душа. Увы, последние лапзания на задымившем корабле надгробные напоминания о бредной голубой земле. И мы, качнувшись утрым краем, как на руках несомый гроб, Отчаливаем, отплываем, высокий холодеет лоб. Мы пред эпохой другою еще не открываем глаз, А чайка долго за кормой летит и сопровождает нас. Зачем ты сердце разрываешь? У бедных путников земных или мореходов утешаешь? И ствердит разлученный стих. Нам утешения не надо. Мы зачерпнули, сберегли от этой голубой громады Сухую корточку земли». Такое стихотворение. Следующее написано в 36-м году. «Где теперь эти тонкие смуглые руки, Жар пустыни и тело счастливой зной? Где теперь караваны верблюдов и вьюки? Где шатры и кушин из прекрасной водой? Ничего не осталось от счастья в Дамаске. Караваны верблюдов ушли на восток, И резинка на розовой женской подвязке Натянула на стройную ногу чулок. Но ты плачешь, и в мире холодных сияний Говоришь, что тебе, как родная сестра, Это женская страсть Аравийские свидания на соломе И в тесном пространстве шатра». Вау! Какое просто красивое стихотворение. Ты сказал, даже немножко эротичное. Так, следующее стихотворение Мне понравилось такое. «Так солнце стояло над римом Холодный розовый шар, Так варварским стужем и зимом Навстречу дыхание пар Из мраморных уст отделялся. Так римский корабль погибал, Так с гибнущим миром прощался, Поэт равнодушно зевал. Мы женщину с розой туманно сравнили. Во время чумы на жаркой пирушке Стеклянной озвенели бокалы зимы. Березовых рощах сияния И ангельская тишина. Но билась над грубым в рыданиях Наталья, земная жена. Жил блок среди нас на морозе. Трещали костры на углях, И стыли хрустальные слезы На зимних прекрасных глазах. Жил блок среди нас. И вздыхая, валился в сугроб человек. И падал, и падал из рая На русские домики снега. Следующий тварь называется эпилог. В слезах от гнева и бессилия Еще в пороховом дыму Богиня складывает крылья. Разбитым крылья ни к чему. На повороте мы застряли. Под шум пронзительных дождей. Как рыбы воздухом дышали И порвалил от лошадей. Из-за колеса боевые В существовании возлюбя Цеплялись мы, как рулевые Кренящие все корабля. И вдруг летунья вороная С размаху рухнула, томясь. Колени хрупкие ломая И розовые морды в грязь. И здесь армейским Буцефалом В ногах понуренных подруг Она о детстве вспоминала, Кончая лошадиный круг. Как было сладко же ребенком Завозом сено проскакать. Когда бывало в поле звонком Заржет полуслепая мать. Свинцовой пулей не жалея Тебя без жалости добьем. От дождей выполнены водолея А к вечеру и мы умрем. Нас рядышком Палаш положит У хладных пушек Под горой Мы встретимся в раю Быть может С твоей лохматой душой. Какое трогательное створение. И последнее створение, Которое я хотел почитать, Она написана в 49-м году. Когда приходят мысли О гибели и страх Не трепещи По мысли Что ты не только прах О некое сияние В бессмертном веществе Что ветерком дыхание Прошелестит в листве И потому Что гробом Кончается наш путь С волнением особым Подумать не заботить О том, что в этой жизни Всего дороже нам О верности отчизне И о любви к стихам. О, с нежностью печальной Как розу или плод Садовник гениальный Взрастит нас И сорвет. Вот Прочитал я вам Немножко Автобиографии Стихотворения Антонина Петровича Ладинского Поэта Который Родился в 1896 году И в 1961 году Ушел из жизни. Вот все Всем пока Всем привет До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова